Если бы у нас проходили Олимпийские игры и состояние основных олимпийских объектов было бы как в Рио-де-Жанейро, то как минимум нам пришлось бы надеть каски и выйти на объект. Коротко описал увиденное в Бразилии первый вице-президент, но к Беларуси Максим Рыженков. Из-за непростой финансовой ситуации организаторы предпочли реконструировать уже построенное. К примеру, главный олимпийский стадион Маракана сейчас похож на наш стадион Динамо до его закрытия, шутит чиновник. Но организаторы игр утверждают, а инспекторы верят, к августу все работы завершат. Будет тяжело. Действительно. И климат, и такой длительный переезд, и определенная специфика страны пребывания. Это, наверное, не Германия, не Япония, там с урегулированностью до последней секунды всех элементов. Значит, здесь все равно будет присутствовать субъективный фактор и очень сильно. А вот благоустройство олимпийской деревни Альян-Поре или чистый остров уже практически завершено. 31 здание к концу июля примет 18 тысяч человек. Освещать Олимпиаду будет рекордное количество журналистов. Выдано 5800 аккредитаций. Владимир Новицкий, известный белорусский комментатор, помнит работу на первой своей Олимпиаде. Вместе с Еленой Данильченко в Лилихамере у них была только одна камера и одна цель. Ощущал огромную ответственность. Не было телетрансляции в 1994 году. Вообще ни одного вида спорта. И вот все то, что я там сниму, о чем с Леной мы побеседуем со спортсменами, тренерами, это будет единственный источник для страны, для зрителей. Ну, три программы вышли, вроде как получились нормальные. Поводом отблагодарить и поздравить спортивных журналистов в Беларуси стало 25-летие Национального олимпийского комитета. Сегодня наши прославленные олимпийские чемпионы вручили журналистам специальные юбилейные премии. Отпраздновать круглую дату НОК планируют в октябре. Осенью у нас впервые пройдет 45-й генеральной ассамблеи европейских олимпийских комитетов. Планируется, что в Минске объявят столицу вторых европейских игр. Это праздник олимпийского движения Беларуси. И, конечно, для всех олимпийцев это большой праздник. И я хотела бы всех людей, которые любят физическую культуру и спорт, поздравить с этим знаменательным событием. Самостоятельной командой, напомню, сборная Беларусь участвовала в 6 зимних и 5-летних олимпиадах. У нас 91 медаль, 18 из них в лучшие пробы. Улучшить показатель наверняка получится в Рио. Сейчас у нас 90 спортсменов завоевали право участвовать в Олимпийских играх. Сегодня стало известно получение еще двух лицензий в спортивной ходьбе. Совершенно не означает, об этом сказал Гагиев, что все, кто получит лицензии, поедут на Олимпиаду. Хотя, конечно, очень сложно такое право оспорить у спортсменов. Сейчас необходимо сосредоточиться на выступлении в квалификационных турнирах по многим видам спорта. Легкой атлетике, борьбе, плавании, фехтовании, теннису. Еще есть возможность завоевать лицензии. Срок подачи заявок заканчивается 19 июля. Сергей Соболь, Александр Гайдук. Новости спорта. ОНТ.